Мы здесь сегодня собрались, чтобы рассказать вам, как хорошо живется людям в .NET. Раньше .NET был фреймворком, сейчас его называют платформой. Почему так? Потому что он разросся и включает в себя, чего он только в себя не включает. Ну, сразу начну с того, мне хотелось бы понимать, насколько часто вы с ним уже сталкивались. Может быть, вы там где-то на учебе делаете какие-то практикантские задачи, решаете какие-то лабораторные работы. Поднимите руки, как много из вас писали уже на СШР. О, отлично, 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 замечательно. Я рад за вас. Это значит, что вы хотя бы будете понимать, о чем идет речь. Отлично. Конечно, у нас есть и Java, есть и Python, есть... Что у нас там еще есть? Вот, собственно, .NET. Я бы вам хотел сказать, как легко сейчас войти в .NET. Почему? Потому что, ну, во-первых, многие начинают знакомство с ним, собственно, с учебной скамьи. То есть, даже, кстати, даже в школе сейчас. Во-вторых, сейчас существует очень много комьюнити, поддерживаемых как Microsoft, так и open-source комьюнити. Вы можете влиться в .NET самостоятельно во всю эту среду, еще, я не знаю, в старших классах школы и сделать уже какой-то самостоятельный законченный проект. Если раньше, ну, там, лет 15 назад, скажем так, все, ну, или большинство лаб приходилось сдавать на MATLAB, то сейчас, я думаю, мы можем довольно быстро это сделать, ну, не вылази из Visual Studio, скажем так. Поскольку в той же Visual Studio, это Integrated Developer Environment от Microsoft, ну, я думаю, всем вам известно, существует множество плагинов, которые позволяют, как я уже сказал, не вылазить из нее, сделать, достичь любых целей, которые вам нужны в вашей учебной деятельности. Также, поскольку мы сейчас рассматриваем .NET не в деталях, я не буду вам рассказывать про CLR, не буду вам рассказывать про Manage от Manage Code, я вам расскажу про то, как бы вы себя чувствовали, войдя вы в .NET, не просто в IT, а в .NET. Вот придете вы к нам на нашу замечательную, уже анонсируемую .NET Академию, мы вас обучим, конечно же, мы вас обучим на все 100%, вы будете готовы просто вот писать код с нуля, сами и без интернета. И, собственно, придете вы, и я постараюсь вам рассказать, как вы будете себя чувствовать, какими задачами столкнетесь вообще, что делать будете. Может быть, тут частично задачи будут совпадать с тем, что происходило или происходит на Java, но все же, на мой взгляд, на мой взгляд, поскольку я сам работаю на .NET, с .NET это легче. Сейчас в современном мире, как я уже отметил, все говорят не просто .NET, говорят .NET-платформа, сами Microsoft на самом деле, я стараюсь опираться на официальные источники. Ну, почему? Потому что он включает в себя не только написание кода на C-Sharp и там каких-то десктопных или веб-приложениях, но включает в себя и фронтенд, причем такое количество фронтенда, я имею в виду, если вы будете работать в отделе .NET, вы можете быть настолько глубоко погружены в JavaScript, что даже забудете, что вы работаете с .NET. Но это уже специфика современной разработки, специфика того, что сейчас большинство проектов веб, они представлены фронтендом и бэкэндом, поэтому, если вы вошли в .NET, а у вас душа все-таки лежит к UI, у вас душа все-таки лежит к сайтостроению, то вы можете спокойно работать в .NET и на JavaScript. Краткая история, я не буду рассказывать вам детали, но на самом деле в 2002 году был еще впервые анонсирован C-Sharp, собственно, язык Extended C++ от Microsoft, ну и первая .NET-версия фреймворка вышла официально в 2003 году. Дальше я отметил 4.5 версию, ну, конечно, до 2012 писали на предыдущих версиях, там, ну, все приложения, но 4.5 была такая фундаментальная версия, которая до сих пор поддерживается на ее основе. Можем так сказать, что, как видите, уже больше, сколько, уже 7 лет, уже 7 лет мы ее, не мы, а Microsoft ее развивает. Соответственно, очень много кода было написано, в основном веб. И в 2016 году Microsoft приняла грамотное решение в современных реалиях, она выпустила .NET Core. .NET Core что это такое? Это кроссплатформенный фреймворк, ну, опять-таки, да, это фреймворк, но основная его фича как раз заключается в том, что мы можем писать приложения, которые могут запускаться под разными платформами и разрабатывать. И под них мы тоже можем как на Mac, так на Linux, так и на Windows компьютере. Вот, кстати, буквально в мае-июне был пререлиз, ну, анонс версии 3.0 Core. И вот я, честно, сам попробовал месяц назад, где-то месяц назад писать код в Visual Studio for Mac OS, ну, не получилось. Скажем так, там есть ограничения, и полноценная разработка пока что невозможна. Я имею в виду, я полноценно могу сейчас разрабатывать какие-то веб-решения backend и frontend на Windows, на .NET, но, к сожалению, с Mac пока не отстают, но очень-очень быстро развивается, и я думаю, уже в ближайшие пару лет вполне возможно, что разработчики .NET смогут писать код на Mac, если захотят, точно так же, как и JavaVist, и сейчас пишут на Mac. То есть, грубо говоря, сейчас с JavaVist все равно, на чем писать код, на какой операционной системе. Это такое наблюдение из развития. Ну, что там еще интересного? Если, опять-таки, представим, что вы пришли работать .NET-программистом, с чем вам, скорее всего, придется сталкиваться? Ну, сейчас, поскольку .NET Core был создан недавно, скорее всего, нужно изучать его. Старый код, написанный не на .NET Core, конечно же, будет встречаться, но только если вы попадете в проект, где он уже есть. Поэтому нужно четко понимать, что вам либо придется поддерживать код, написанный на более старых версиях платформы, либо писать абсолютно новый на .NET Core и ориентироваться именно на кроссплатформенность. Поэтому в целях изучения я бы, конечно, вам порекомендовал самостоятельно делать упор только на .NET Core. Ну, это проще, гораздо проще. А, да, мобильная разработка на .NET, и также есть мобильная разработка Xemarin. Хотелось бы сказать пару слов про это. Ну, что можно сказать? Если ранее разные компании пытались сделать какие-то, ну, скажем так, универсальные мобильные платформы, универсальные мобильные ядра, то из этих кроссплатформенных, ну, фреймворков остался только Xemarin. Ну, самый долгоживущий, я бы сказал. Соответственно, получается, на .NET вы можете писать и код для мобильных систем, если вам это интересно. Но опять-таки мы рассматриваем наши современные реалии. Если проект не включает в себя мобильную разработку, значит не включает. А если включает, то у вас всегда есть выбор. Либо вы пишете нативный код, либо вы пишете код, который будет запускаться на WebUI, то есть на JavaScript, например, на какой-то JavaScript-библиотеке под iOS или под Android, либо вы пишете код на Xemarin. В случае Xemarin неоспоримый плюс это то, что весь код транслируется в нативный код, собственно, платформа, либо iOS, либо Android. Поэтому с этой точки зрения он более производительный. Да, основные языки. Ну, на самом деле C-Sharp является основным языком. И я бы сказал JavaScript, но опять-таки из-за специфики, из-за популярности, из-за того, что веб-решение самое популярное на .NET. И все большие продуктовые компании используют именно этот стек. Это C-Sharp и JavaScript. Ну, по-другие языки я чуть позже расскажу. Хотя, наверное, можно отметить, что до появления .NET Core, до 2016 года, даже до 2012, C++ был популярен. Активно поддерживался Visual C++ именно в рамках .NET. Не отдельно, а именно в рамках .NET. Было много написано Windows Forms, то есть какие-то интерпрайз-приложения, допустим, финансовых или банковских, или еще каких-то, которые именно были написаны на C++ в связке с .NET. Это была такая большая головная боль, скажем так. Именно из-за того, что очень сложно было поддерживать. Про... Ах, да, вот еще из новшеств. Из новшеств 3 или 4 года назад, не могу сказать точно, когда появились контейнеры, .NET-платформа также начала активно поддерживать контейнеризацию. Что такое контейнеры? Если раньше в тренде были виртуальные машины, то фактически контейнеры выполняют ту же логическую функцию, что и виртуальная машина только... Ну, там есть какие-то преимущества с точки зрения производительности, экономии памяти и так далее, и так далее. Ну, и главный плюс в том, что если мы запускаем приложение в облаке в контейнере, мы экономим, ну, собственно, ресурсы. Суть такая. Если мы говорим про контейнеры, мы обычно имеем в виду какие-то серверные решения. Соответственно, контейнеры, естественно, связаны именно с Cloud Solutions. То есть на .NET вы также можете участвовать активно в проекте клауд-платформы какой-то. И в связке с контейнерами, возможно, вам придется писать микросервисы. Микросервисы, конечно, это сейчас в тренде. И на Java, и на .NET. Собственно, с этой точки зрения я бы не сказал, что есть какая-то принципиальная разница между написанием микросервисов для докера, для контейнеров на Java или .NET. Подход одинаковый. И, грубо говоря, ну, не то чтобы платформы, но платформы и комьюнити в некотором роде конкурируют и копируют друг друга. Вот. Про Machine Learning поговорим чуть позже. Конечно же, .NET поддерживает всяческие Machine Learning решения, но пытается их внедрить в некоторых, опять-таки, веб-решениях. То есть сейчас у них есть какие-то там предложения для сайтов, для оптимизации пользователей, для оптимизации, для работы с данными, для работы с большими данными. Так, движемся дальше. А, поговорим про экосистему .NET. Если вы ленивый и не хотите писать код с нуля, не хотите писать код без интернета, как это там было раньше, не хотите гуглить, то... Ну, то вам будет тяжело, конечно, на самом деле. С .NET очень просто. Существует очень много комьюнити, и я бы отметил так. Ну, кроме того, что бывший MSDN сейчас, который называется, .NET Microsoft.com сайт, содержит в себе всю необходимую документацию по всем новинкам. Сейчас есть еще и отдельный, ну, отдельный такой, очень популярный тех, тех .NET на Stack Overflow, который практически позволяет вам решить любой вопрос, какой бы вы там, какой бы вы там в голову не пришел, вы всегда можете найти ответ на Stack Overflow. Это большой плюс, потому что я могу сравнить с проектами, написанными, собственно, на C++. Когда проект приезжал C++ на, скажем так, на полный стэк .NET с C-sharp, то находить любые вопросы становилось гораздо-гораздо легче. Это прям отказ от боли. Существует множество разных митапов. И при поддержке Microsoft, и без митапов и open-source комьюнити, и, собственно, от самой Microsoft. Это всегда хорошо, потому что живое комьюнити, живое комьюнити всегда помогает вам, помогает платформе развиваться. Есть не очень хороший пример из истории некоторых платформ, ну, допустим, там, прориетарных платформ, но не от Microsoft, у которых не было живого комьюнити. Как велась разработка? У вас появляется вопрос, вы пишете его на почту саппорту. Саппорт где-то, ну, девелоперам платформы, собственно. Эти девелоперы в течение суток или двух отвечают, а они сидят там в Южной Корее. Вот. Это было, скажем так, очень легко. Такая неживая, не онлайн платформа делает разработку медленной и тяжело идущей. С .NET такого нет. С .NET все просто, и вы можете нагуглить любой вопрос. Ну, допустим, вы попали на работу с .NET. Во-первых, еще раз скажу, что уже много кода написано на .NET, поэтому всегда требуются люди для поддержки существующего кода и для написания нового. Это большой плюс. И, может быть, тут можно провести, конечно, некоторую аналогию, знаете, с введением SWIFT в Apple. Когда ввели SWIFT, также приходилось поддерживать как старый код, так и написание нового. Ну, на самом деле, абсолютно идентичная ситуация. Многие платформы, ну, компании переходили с Objective-C на SWIFT. То же самое происходило и происходит сейчас, собственно, с .NET, когда компании переходят на .NET Core. То есть вы сможете для себя открыть работу совершенно разного вида. Как поддержка старого, так и написание абсолютно нового, так и переезд со старого на новое. Это всегда интересно. Ну, про стекор и флоу я уже сказал. Расскажем немножечко про Desktop Applications. Да, такие сейчас еще есть, хоть у нас сейчас и идет эра веб-разработки, но, тем не менее, мы можем встретить до сих пор где-то там Windows Forms, где-то там десктопные решения, нужные определенному узкому кругу компаний. Тем не менее, это направление тоже живо, и вы тоже можете не погружаться в веб. Несколько слов про новые фичи Visual Studio 2019. На самом деле, я бы выделил основной момент. Основной момент заключается в том, что Visual Studio активно развивается. Да, также сейчас появился и VS Code, ну, пару лет назад. Но Visual Studio, в отличие от, допустим, 10 лет тому назад, развивается сейчас очень быстро. Сейчас очень много плагинов, она бесплатна. Это, опять-таки, облегчает вашу разработку. Я бы сказал так, программисты сейчас обленились. Все используют IntelliSense, используют различные синтаксические сахары. Синтаксического сахара очень много. Что такое синтаксический сахар? Ну, суть его сводится к тому, что нам не нужно писать, не нужно держать в голове очень много названий переменных, методов, классов системных, тому подобное и так далее. Мы только начинаем писать, автопостановка нам предлагает самые релевантные варианты замены, мы просто их выбираем. То есть, с этой точки зрения, войти в .NET и буквально не зная ничего, ну, очень легко. С применением некоторых паттернов проектирования, как там Builder, допустим, можно сказать, что код на C Sharp, да, в основном я говорю про C Sharp сейчас, выглядит вообще как удобно читаемый англоязычный текст. Почему? Ну, потому что вы, в принципе, пишете просто какое-то смысловое предложение, состоящее из нескольких методов, каждый метод есть, ну, допустим, глагол, и фактически человек, который не понимает сути происходящего, способен написать какой-то работающий код. Да, про новый функционал в 2019. Microsoft говорит, что они встроят такую вещь, как преревью, ну, ревью кода прямо в Visual Studio. Не знаю, ни разу не пробовал, не знаю, что это будет, но интересно. На самом деле, я так понимаю, это идет тенденция к более глубокой интеграции GitLab, собственно, чтобы мы могли избежать каждый раз открытия браузера, когда нужно ревьюить код. Могли все это делать, прямо не выходя из Visual Studio. Ну, посмотрим. Да, дебайкинг. Я бы отдельно отметил процесс отладки. Если раньше, ну, какое-то там время назад, несколько лет назад или 10 или больше лет назад, дебажить код на C++ под Windows Applications было медленно и неудобно, то сейчас Visual Studio, дебажить как фронт-энд, так и бэк-энд, довольно просто, быстро, все ошибки ловятся. С этой точки зрения претензий к Visual Studio нет. Есть и другие идеи. VS Code, про который я уже сказал, но она также сделана Microsoft, с целью заманить как можно больше людей, показать, ну, собственно, занять нишу для тех, кому нужно быстро написание кода на разных языках. В основном, конечно, для фронт-эна, хотя, ну, не только. VS Code активно развивается, имеет очень много плагинов, является, в общем-то, не то чтобы альтернативой, но дополнением к Visual Studio. И если у вас, ваша система, там, имеет и фронт-энт, и бэк-энд, или еще мобильную разработку, то VS Code вам будет очень полезен. Также есть еще и Rider, такая ID от JetBrains, если я ничего не путаю. Но она платная. Некоторые любят Rider, ну, почему? Потому что говорят, что там более интуитивный интеллисенс, но на самом деле это сугубо личное мнение, и, скажем так, то, что JetBrains продает, Microsoft это делает бесплатно и с каждым годом делает лучше, поэтому я бы не сказал, что есть какая-то принципиальная разница. Еще немножко слов про VS Code. Вот я перечислил тут список языков, которые с легкостью доступны прямо из коробки. Но, опять-таки, есть много плагинов, которые позволяют и дебажить на них, что, кстати, очень удобно. Сам по себе VS Code отнимает меньше ресурсов, чем Visual Studio, поэтому является, скажем так, must-have-тулой в современном мире. А к чему я все это рассказываю? К тому, что вы можете войти в .NET и начать писать код на C-Sharp для бэкэнда, а потом можете переключиться на Python, или можете переключиться на JavaScript, или даже на C++. Опять-таки, не выходя, скажем так, за рамки тех инструментов, которые дает Microsoft, вы можете писать и бэкэнд, и фронтэнд, и мобильное приложение. Все это, причем все это вы можете делать с помощью тех инструментов, которые сама же Microsoft предлагает. Собственно, поднимите руки, как много из вас с VS Code работали? Хорошо. Хорошо. Ну, заметно меньше. В несколько раз меньше, чем с Visual Studio, но тогда, я думаю, вы прекрасно понимаете, насколько оно удобно. Да, отдельно я хотел бы отметить Electron.js. Ну, про кроссплатформенность я уже рассказал, и про контейнеры я рассказал. Да, кто-то из вас работал с контейнерами, с докером? Нет? Хорошо. Хорошо. Попробую в двух словах еще раз резюмировать. Грубо говоря, контейнеризация под собой имеет тот же смысл, что и запуск нескольких виртуальных машин на сервере. Но просто занимает гораздо меньше ресурсов и более гибкая. В чем суть контейнеризации? Это такой процесс. Можете представить на себе, собственно, контейнеры. Такой процесс разделения ваших сервисов на какие-то, ну, всего вашего приложения на микросервисы. То есть, допустим, у вас есть какой-то бэкэнд магазина, ну, допустим, не магазин, а крупного-крупного склада с большой нагрузкой, и в нем есть 10 различных, было 10 различных сервисов, которые выполняют 10 различных задач. Контейнеризация позволяет выделить под каждый из этих сервисов отдельный контейнер. То есть, каждый сервис будет крутиться в своем закрытом контексте, в своем закрытом пространстве, не мешая другим. И взаимодействия не будут там по определенным протоколам, по определенным правилам. Плюсы гибкость, быстрота, трата меньшего количества ресурсов. Опять-таки, ранее, до докера и прочего, для этих целей можно было использовать, ну, кстати, да, Microsoft Azure, который тоже принадлежит к Microsoft, ну, и с виртуальной машиной. Конечно же, понятно, что запустить 10 виртуальных машин, это просто нецелесообразно было бы. В этом плане сейчас тренд на контейнеризацию, он очень актуален. И если вы войдете в .NET, ну, вы изучите это гораздо больше, быстрее. Если вам придется работать с какими-то большими интерпрайс-приложениями, то вы сразу же почувствуете, как много времени и ресурсов можно сэкономить, используя докер. Да, про Electron.js. К чему я это здесь написал? Конечно, это не относится ни к OS, ни к контейнерам. Но, опять-таки, если вы вошли в .NET и начали писать на C-Sharp, back-end, и вам показался back-end, ну, back-end, собственно, серверная часть, очень скучным. Вы хотите перейти в front-end, или, знаете, вы настолько любите JavaScript, ну, бывают же люди, которые очень любят JavaScript, и не хотят больше ничего. Вы можете переписать любое десктопное приложение, речь идет про десктопное приложение, на Electron.js. Не будем вдаваться в подробности, но суть в том, что запускается некая среда, ну, в общем-то, веб-движок, допустим, на Windows. Запускается веб-движок, и в нем выполняется, собственно, JavaScript-код. Таким образом, что мы получаем? Мы получаем тот же Skype, запущенный на Electron. Кстати, да, Skype они и переписали на Electron.js, Поэтому, возможно, вы видели некоторые баги какое-то время назад, когда они только его запустили. Да, среди популярных приложений, ну, может быть, вы знаете, там, Discord, Slack. Как бы дело в том, что Electron.js это вообще open-source продукт. У него есть разные контрибьютеры, есть разные контрибьютеры, разные компании, которые активно в него вливают и деньги, и время, и тому подобное. Но, конечно же, развивается эта платформа из-за того, что на нем пишется, переписываются какие-то крупные решения. То есть, получается, войдя в .NET, вы можете пересесть на JavaScript и писать ваше десктопное приложение на вашем любимом JavaScript. Ну, тут уж кому как. Раньше об этом и подумать было нельзя, а сейчас вот можно. Опять-таки, сейчас можно мобильное приложение писать на JavaScript. Дальше чуть-чуть более подробно пройдемся по, собственно, сферам или, ну, скажем так, подразделениям в .NET. В этом проекте было очень много написано, собственно, кода на sp.net, то есть кода, который запускается на сервере. Тут развивается, что речь идет о веб-приложениях, о веб-сервисах. Опять-таки, как тот пример, который я уже проводил, какой-то крупный онлайн-магазин. Если вам приходится входить в проект, в веб-проект, это значит, что в вашем проекте будет и фронт-энд-часть, то есть какие-то люди будут заниматься разработкой сайта, какие-то только серверной частью. Среди серверной части также стоит выделить и базу данных. В случае Microsoft это, скорее всего, будет MS-SQL. Тут стоит отметить простоту работы с ней. Ну, постараюсь не вдаваться в подробности. Это вот если вы придете на нашу замечательную .NET Академию, вы узнаете, что такое Code First. Может быть, вы уже знаете. Я надеюсь, что вы знаете. То есть Microsoft создала настолько гибкую экосистему, что вам не нужно, в принципе, вдаваться в подробности того, как устроена база данных. Вам не нужно писать все с нуля, создавать primary keys, вам не нужно описывать различные зависимости. Вы можете просто написать код на backend, запустить миграцию, и база сама сгенерируется, все необходимые связи между таблицами сгенерируются. В общем, фреймворк все сделает за вас. Это тоже относится к серверной части приложения. Поэтому, если вам нравится ковыряться в базе данных, вы можете, ну, скажем так, не вылазить из той же Visual Studio и с ней работать. Конечно же, у Microsoft есть еще и MS SQL Management Studio. Это специальное приложение, но инструмент для, собственно, управления базой данных на MS SQL. мобайл. Xemarin, как я уже сказал, да, он сейчас используется не только для Android и iOS, но еще и tvOS, webOS, macOS, ну, там, watchOS, да, watchOS, это имеется в виду именно операционная система от эпидуных часов. Ну, как я уже сказал, все Xemarin приложения, они нативные, поэтому теоретически скорость их работы должна быть не сильно медленнее, чем скорость работы нативных приложений на iOS и Android. Вот. Это тоже плюс. Поэтому есть некоторые крупные компании, которые пишут свое приложение на Xemarin. Можете уйти вот в мобайл. Machine Learning. Machine Learning сейчас, конечно, в тренде. И Microsoft активно инвестирует в отделы разработки, связанные с Apache Spark, связанные с их собственной Machine Learning .NET библиотекой, ну, фреймворком, которые помогают как и, которые могут быть применены как в веб-сервисах, так и в каких-то учебных проектах. Я думаю, что, вероятно, вы уже могли использовать F-Sharp. Кстати, кто это записал на F-Sharp? А вот это интересно, да. Ну, F-Sharp, опять-таки, был создан Microsoft для того, чтобы для каких-то целей, для которых не нужно C-Sharp, для которых не нужно back-end, front-end. То есть это функциональный язык, который вам был бы очень удобен для написания, допустим, лаборатории, лаборатории, которые вы бы сдавали на MATLAB до этого. То есть если раньше вы там что-то на MATLAB генерировали, вы это все можете написать на F-Sharp, конечно же, с выключением библиотек, но, тем не менее, у вас не будет никаких лишних абстракций, никаких лишних усложнений и библиотек. Вы просто пишите код, который работает и который очень удобен именно в учебных и в исследовательских целях. В этом плане, если говорить по F-Sharp, то вообще-то он сейчас активно используется именно в образовательных учреждениях в России и за границей и в научно-исследовательских центрах. Наравне с питоном, я бы сказал, он по популярности, возможно, где-то даже обходит его именно из-за простоты использования. В этом плане F-Sharp можно применять с тем же машин-лёйнингом. То есть если вы тренируете какую-то нейросеть, то все это можно сделать, не выходя из Visual Studio, скажем так. Ну и, как я уже упоминал, машин-лёйнинг от Ажура. То есть вы можете использовать дотнетовские библиотеки для обучения, для лучшей обработки big data, то есть для лучшей обработки больших данных, которые поступают в ваш условный онлайн-магазин. Ну, про data science и обучение на F-Sharp я уже сказал. Рекомендую вам все-таки изучить его немного для общего развития. Прямо на сайте Microsoft или на сайте, на популярном ресурсе от Microsoft Microsoft Virtual Academy вы можете найти парочку коротких курсов, посмотреть их несколько часов. Скажем так, порог вхождения в F-Sharp гораздо ниже, чем в C-Sharp. Про микросервисы мы с вами уже поговорили. Ну, что здесь стоит отметить? Да, среди анонсов Visual Studio 2019, ну, в самой последней версии, как они говорят, ISP.NET First или там containers first, то есть прямо из коробки мы можем очень быстро создать веб-приложение, то есть какой-то веб-сервис, который сразу же из коробки будет снабжен всеми необходимыми файлами, конфигурацией для того, чтобы быть запущенным в докере, ну, в контейнерах. Это очень удобно, ну, именно из-за того, из-за трендов. То есть Microsoft не отстает от трендов ни на шаг. И в этом плане, честно говоря, я даже не знаю, как сравнить Java и .NET. Я думаю, и то удобно, и то. Нельзя сказать, что чего-то такого в плане контейнеризации не хватает в .NET. Десктоп. Ну, с десктопом вы с наименьшей вероятностью столкнетесь. Раньше в тренде был именно Windows Forms, а потом появился Windows Presentation Foundation. Принципиальная разница в том, что Windows Forms, ну, платформа Windows Forms включала в себя код и на плюсах, и на C++, и на C Sharp, и вам приходилось писать очень много кода, похожего на, очень много кода для объяснения поведения контролов, для объяснения поведения каждого экрана в системе. Это было непросто. И из-за того, что там присутствовал Unmanaged C++ код, у вас могли возникать трудности с отладкой. Windows Presentation Foundation это вроде бы как шаг вперед был, который активно использовал XAML, то есть язык разметки от Microsoft, удобный для того, чтобы делать красивые дизайны. В чем его суть? Ну, суть его в том, что в принципе дизайнеры могли с помощью специальных и могут, с помощью специального инструментария рисовать красивый интерфейс в окне, а программист уже под этот интерфейс писать код. И речь идет именно сейчас про десктопное приложение. И последнее, ну, не то чтобы новшество, но один из последних трендов это Universal Windows Platform, собственно, которое является последним, так сказать, детищем, но не совсем уже относится к десктопным приложениям, тем не менее, оно использовалось и используется в Microsoft HoloLens, так что кто знает, если вы попадете на проект с HoloLens, это такие очки, дополненные реальности, это возможно, вам придется писать на вот этой UVP. Cloud. Ну, Cloud это Azure, также, конечно же, много проектов, которые, много компаний, которые предпочитают не покупать серверы, не предпочитают не хостить серверы у себя дома, предпочитают просто заплатить Microsoft Azure за какой-то хостинг и размещать все в облаке, использовать именно Azure, собственно, ну, либо Amazon. В данном случае мы говорим о том, что, опять-таки, из коробки мы можем довольно быстро создать облачное решение для веб-сервисов. и Internet of Things, ну, опять-таки, Internet of Things развивается параллельно, независимо от веб-сервисов, независимо от мобильных сервисов и в основном, конечно же, как Microsoft говорит, все это можно делать с помощью их Universal Windows Platform. Ну, здесь подразумевается как обустройство умного дома, создание, вернее, написание кода для различных умных девайсов, девайсов измерения атмосферных, всяких явлений, температуры и тому подобное, и тому подобное. Все это в теории, грубо говоря, интернет вещей в умном доме можно написать с помощью Universal Windows Platform. Гейминг – это одно из интересных направлений, возможно, вы знаете, ну, наверное, вы слышали, что CryEngine был создан уже давно и есть несколько культовых игр, которые на нем написаны, в том числе, на CryEngine можно написать на C Sharp. Конечно же, идет все время много споров о том, на чем игра будет быстрее работать, ну, в нашем случае 3D-игра, на C++ или на C Sharp. Ну, скажем так, если мы делаем не сильно высокопроизводительную игру, то даже на C Sharp вы сейчас можете писать, ну, практически, делать практически любые анимационные сцены, нагружать их различными эффектами, то есть порог вхождения в геймдев стал тоже низким. Это я про CryEngine сказал. Есть еще Unity. Unity – это одна из самых популярных платформ. На самом деле, я бы даже сказал, самая популярная, поскольку Unity включает две вариации 2D и 3D. Большинство игр, которые вы играете на своих iPad'ах или iPhone'ах или Android'ах, как раз написаны большая часть, написаны именно на Unity и может быть даже на C Sharp'е, ну, скорее всего, на C Sharp'е. Это, опять-таки, снизило паров вхождения. Это большой плюс. Суть Unity как раз в том, что, опять-таки, мы с одной стороны пишем на C Sharp'е, с другой стороны мы опять пишем кросс-платформенные приложения, которые могут запускаться прямо из коробки. Мы можем получить билды для и Android'а, для iOS'а, для Windows. Ну, все, что мы вообще придумаем. Ну, MonoGame чуть менее популярный, хотя суперметод такая же, как у Unity. Так, задавайте ваши вопросы. Что вам непонятно? Много ли людей работало с MS-SQL'ом? Работали с базой MS-SQL'ом? Не так много. А, использовали Code First. Знаете, что такое Code First? Отлично. Чуть-чуть имеете представление. Ну, я надеюсь, что у меня удалось вам рассказать, как легко создавать базу данных в Дотнете. Это вовсе не боль, это просто. Не нужно использовать никакой PHP MyAdmin и писать всякий код не самого хорошего качества. Все это можно делать теперь с помощью Visual Studio. Даже уже давно можно делать. Может быть, кто-то из вас знаком с геймдевом? О, отлично. А вы писали что-то на Unity? О, вам нравится Unity? А про популярность можете сказать, что Unity популярнее других библиотек? Это хорошо. А на чем вы писали? На C-Sharp? Ага, отлично. Так, хорошо. Ну, может быть, вам что-то еще интересное про контейнеры, про Docker, Kubernetes? Да? Да, можно, да, маленькую деталь, так как у нас идет запись, я прошу задавать вопросы в микрофон. Хорошо? А можете рассказать про GitHub? У вас там пару раз ответов. Да. А что именно про GitHub рассказать? Ну, он есть. что-нибудь. Ну, Microsoft его купила, это новость, не знаю, хорошая или плохая, конечно, хорошая, они его будут развивать и продвигать, конечно же, продвигать активно в Visual Studio, я думаю, тут нужно понимать, что тот функционал, про который я уже сказал, код-ревью в Visual Studio, скорее всего, связан с тем, что они купили GitHub и будут активнее внедрять, скажем так, объединять процесс разработки и код-ревью. В разработке профессиональной, знаете, нужно код-ревьюить. Когда твой коллега написал плохой код, ты должен его, ну, он отправляет commit hit, создает pull request или merge request, другие разработчики его ревьюят, ставят оценки, минусуют или плюсуют, и код либо дает свое согласие на merge кода, либо нет. Все это будет встроено, возможно, дальше в Visual Studio. Нет, оно в некотором роде и так сейчас встроено в Visual Studio, но, возможно, все будет еще более гибко. Или вы хотите отдельно говорить про систему контроля версии? Да нет, просто хотел послушать еще что-то, что я не знаю ничего. Но это именно речь идет сейчас про тренды. Я стараюсь вам, стараться вам рассказать, с чем вам придется работать в ближайшие там несколько лет в мире .NET. Вот. Да. Хотел вопрос задать про контейнеры и, соответственно, стандарт контейнеров, конечно. Более подробно про микросервисы, конечно. Про микросервисы более подробно я попытался в общих словах изобразить идею. Хорошо. Я думаю, понятно, что контейнеры работают быстрее. Контейнеризация работает быстрее, чем несколько виртуальных машин, запущенные каждый на них в Windows. Это первое. Во-вторых, то есть, используя контейнеризацию, мы экономим на ресурсах, мы увеличиваем скорость и мы упрощаем процесс диплоя микросервисов на какой-либо, на бэкэнд. Теоретически, такая система, теоретически, ну, правильно, сконфигурированная система, она будет более стабильным, потому что, например, у нас есть сервис, у нас есть огромная какая-то система, в ней, допустим, крутится 100 разных сервисов. Под каждым из них запущено 100 контейнеров, и если нам нужно их обновлять, мы можем их по одному обновлять. Если раньше мы там писали Solid систему, и у нас сразу 100 сервисов крутились на одной Windows машине, на одном бэкэнде, мы не могли по одному их перезапустить. Нам нужно было тот факт, что один из них сейчас остановится, будет заново залито новая версия. Да, с точки зрения разработки не меняется ничего, пишите тот же самый код. Visual Studio и C Sharp, ну, .NET платформа делает за вас очень много работы, создает специальный контекст, то есть каждый сервис помещается в свой контекст и работает в этом контексте. И он, получается, работает независимо от других микросервисов. В этом основное преимущество. Вы можете один за одним обновить каждый из этих сервисов, каждый из 100 сервисов. И таким образом не нарушится стабильность системы. То есть можно подключить стабильность как в сети в сети? Ну, все это происходит с помощью, ну, либо через PowerShell, либо через Docker, либо через Kubernetes, с помощью различных инструментариев. Но да, включиться можно. То есть это очень гибкая система. И плюсы именно в .NET в том, что все это поддерживается из коробки Visual Studio. Вам нужны, в принципе, минимальные знания. Вы даже можете не знать, что ваш код запускается на контейнерах. Вам всего лишь нужно создать специальный там файл Docker Compose, ну и прочие конфигурационные сопутствующие, в которых будет описана информация об окружении этого контейнера, и этого достаточно, чтобы запустить его в контейнере. вот. Вот.